Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Все эти дни я внимательно следил за так называемым «Лосиным делом» Валерия Рашкина, хотя и не высказывался о нем на наших каналах. Не высказывался прежде всего потому, что хотел, чтобы вначале полностью высказались власти. Но и они не разочаровали, и много чего сказали. С самого начала стало ясно, что пропутинские СМИ здесь откровенно делают из мухи слона. Из проступка, который максимум тянул на административную ответственность, а коммунисты, кстати, считают, что здесь даже административная ответственность перебор достаточно партийный, шили, как говорится, что-то запредельное. Патетику пропутинских СМИ я для себя сформулировал так «Убийца лося ходит по земле». К этому также нужно добавить, что везде, где можно и где нельзя, еще и втыкалось, что не просто лося, а лосихи. А у лосих таки бывают детеныши. И больше всего мне здесь не понравилась позиция Николая Платушкина. Сразу, с места в карьер, поддержавшего пропутинские СМИ и везде лившего слезы по бедному животному. Больше всего меня покоробила его фраза «Животные, которых убивают, плачут». Уж думаю, кому кому, а настолько заметному представителю левой оппозиции следовало подождать дальнейшего развития событий и не высказываться здесь с места в карьере. Тем более, что многие представители Капаера сразу высказали предложение, что здесь имеет место быть провокация. И не только против Валерия Рашкина, но и против КПРФ в целом. И нужно добавить, что именно это предложение заслуживает максимального внимания на фоне стремительно рушащегося рейтинга «Единой России» и не менее стремительно растущего рейтинга КПРФ. Но вышло то, что вышло. Пожалуй, впервые за несколько лет именно Николай Платошкин, а не Геннадий Зюганов, показал себя даже не просто соглашателем, а как сейчас принято вооружаться за путинцами. Наши номенклатурные СМИ также активно осветили то, что с Валерией Рашкина снята депутатская неприкосновенность. Но совершенно не осветили то, что фракция КПРФ в Госдуме была решительно против этого. И многие депутаты Госдумы здесь высказались предельно резко. Назову только три имени, лучше зачитаю. Геннадий Зюганов, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков. Повторюсь, это, понятно, далеко не полный список и настолько решительных выступлений депутатов коммунистов против власти я не видел давно. Но, как уже сказал больше всего, меня здесь заинтересовало выступление Геннадия Зюганова. И заинтересовало оно меня прежде всего потому, что оно впервые по радикальности превзошло не только выступление Валерия Рашкина, но и, пожалуй, даже выступление Николая Бондаренко. Его полная версия есть на канале на ютубе. КПРФ ТВ. Ролик называется «Такого паскудства я не видел давно». Его там легко посмотреть. Он отметил, что со стороны власти против КПРФ идет одна провокация за другой. Сначала до выборов совершенно незаконно не допустили Павла Грудинина. Дальше, как он сказал, пропихнули. Трехдневное голосование, дистант и надобное голосование. Дальше были совершенно запредельные фальсификации на выборы в Госдуму. И он привел несколько примеров. Ну а дальше были откровенные репрессии против коммунистов и сфабрикованные уголовные дела идут одно за другим. И он привел целый ряд примеров, но это, наверное, лучше посмотреть в указанном ролике. И финалом всего этого стало, как он выразился, операция «Лось» против Валерия Рашкина. В организации этой операции он обвинил Вячеслава Володина, поскольку у того есть мотив. И он объяснил, какой. И он подчеркнул, что охота здесь идет не на лось, а на КПРФ. Вот как он сказал об этом. Эта законность завершилась с операцией «Лось». На двой взгляд ее организовал Володин. Володин не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборы. Володин не может простить Рашкину, что Рашкин выиграл в европейском суде, у него выиграл. И, видимо, решили любой ценой утопить в ходе так называемой охоты. Но охота-то идет в данном случае на КПРФ, на стабильной стране, на ту программу, которую выдвинул президент в своем послании. Что вам? Тут ползала минимум ходили на ход. Идите спросите, кто у них рецензию оформлялся. Все приглашали в гости. Никто никогда ее не оформляет и не спрашивает. А потом договариваются, как оплатить коллективность. Сегодня об этом и Рашкин говорил. Но дело в другом. Синельчиков блестяще с точки зрения закона и распределения показал и доказал, в чем суть этой операции. Я плохо представляю, чтобы в два часа ночи все начальники оказались в одном месте, в одном лесу, вокруг одного и того же лося. Видимо, не спали, видим, водители были. Видимо, там надо полтора часа ехать. Все съехались в один ряд и все встали. Я когда включил, мне звонок сделали, телевизор и говорю, если сейчас Хейнштейн появится, то сто процентов сейчас будет паскудство, которое информационное, которое страна задыхается в последнее время. И началось и с него, и поехали, пошли. Он также подчеркнул, что проступок Валерия Рашкина в лучшем случае тянет на штрафы, что Валерий Рашкин готов заплатить и возместить ущерб, нанесенный природе. И на этом, по его мнению, и нужно было поставить точку. По партийной же линии они разберутся и примут решение, которое сочтут целесообразно. Здесь также, наверное, нужно отметить, что депутат Госдумы Юрий Синельщиков с трибуны Госдумы подчеркнул, что дело здесь и на штраф не тянет. Также Зюганов особенно остановился на известном выступлении Жириновского, который заявил, что все левые партии и движения нужно запретить. И он полагает, что вот за это выступление Жириновский должен ответить в уголовном порядке. Он считает, что здесь может быть провокация и с очень дальним прицелом. И добавлю, я с ним в этом вопросе согласен. Самое же главное, он полагает, что происходящее ведет к тому, что в стране будет сломана стабильность. Что здесь можно сказать? Думаю одно. Противоречия между КПРФ и властью стремительно нарастают. И думаю, это закономерно. Рейтинг Единой России, да и Путина, не просто падает. Он стремительно рушится. Рейтинг же КПРФ, как самые мощные оппозиционные силы, напротив, стремительно растет. И ясно, что в честной борьбе, что КПРФ, что движение Платошкина, что движение Навального, Путину и Единой России не победит. Но движение Платошкина и Навального – это не системная оппозиция. И в них нет сформировавшейся многолетней поддержки избирателей. Поэтому с ними не церемонятся. КПРФ же для того, чтобы ее, как сейчас говорят, начать прессовать. Вначале нужно скомпрометировать. И именно это, похоже, и делается. И судя по тому, что это делается откровенно глупо, делается это с отчаянием обреченных. То, что это так называемое лосиное дело – это откровенная фабрикация из мухи слона, думаю, уже очевидна. И становится все очевиднее. А значит, народ в основной массе скоро начнет это понимать. Руководство КПРФ же уже это поняло. И да, я с руководством КПРФ согласен. Это не провокация лично против Рашкина. А это провокация против всей КПРФ. И делается это с единственной целью – снизить поддержку коммунистов в обществе. Ну а дальше закономерно ожидать и куда больших гадостей против КПРФ. Только вот получится ли этого добиться у Путина и Единой России? Или это даст обратный эффект? Эффект бумеранга, как это называется в социальной психологии. Не буду вдаваться в подробности, но думаю, что это даст эффект бумеранга. И причина очевидна. Как я уже сказал, рейтинг Путина и Единой России рушится, а рейтинг КПРФ и вообще оппозиции в целом стремительно растет. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok